В Кировской области завершился традиционный фестиваль авторской песни «Гренландия». Одно из самых ярких событий в мире авторской песни собрало множество бардов со всей России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. С участниками и гостями фестиваля встретился Иван Швецов. Гренландия – прекрасная зеленая страна, честь памяти романтика поэта. Алексей Саламатов, дважды лауреат фестиваля «Гренландия», уже 10 лет ездит на фестивальную поляну у села Башарова, чтобы спеть свои любимые песни и встретиться с друзьями. Именно для таких, как он, простых любителей авторской песни, и существует этот фестиваль. Гренландия – как глоток свежего воздуха для всех, у кого не огрубела душа от повседневных забот, от той музыки, которая порой льется из динамиков в общественных местах. Фестиваль располагает к открытому общению, честному обмену мнениями, а главное – способствует творческому росту музыкантов и поэтов. Возможно, без Гренландии Кировское лето было бы таким же неполноценным, как, например, без Великорецкого крестного хода. Это событие, сходное по масштабу и в каком-то смысле сходное и по той миссии, которую они несут. Мы ждем от этого фестиваля радости, прекрасных песен, улыбок, ждем красивой погоды. Погода будет, она уже есть. Я думаю, что все будет просто здорово. Жду новых открытий, жду живого общения. Это самое долгожданное. Жду общения со зрителем и возможность показать какие-то новые произведения. Но прежде всего, конечно, это встреча с родными людьми, с новыми, с какими-то интересными. Потому что на Гренландии – это открытие. Открытие для себя, открытие людей, открытие каких-то внутренних переживаний. Потом это все выльется обязательно в какое-то произведение. В этом году на Гренландию приехали и VIP-гости. Например, с приветственным словом к участникам обратился вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк. Гренландия – это уникальный опыт такого дружеского общения, общения людей, которые понимают, что такое для нашей страны, для нашей культуры авторская песня, которые сами с удовольствием выступают и слушают своих товарищей. Я считаю, что это замечательное событие. Гренландия сейчас впитала в себя очень серьезные традиции. Традиции, в первую очередь, семейного фестиваля. Я думаю, что все вы видите здесь огромное количество семейных пар с детишками, даже с грудными детьми. И вот это уже серьезнейшая традиция. Ну а новшество то, что, конечно, фестиваль расширяется. И помимо того, что грани нашего большого государства России присоединилась сейчас и Беларусь, и Украина, и Казахстан, даже из далекого Израиля приехали граждане, которые любят бардовскую песню. Фестивальная поляна традиционно была разбита на несколько крупных лагерей. Лагерь для представителей районов Кировской области, регионов России, семейной, корпоративной и свободного заселения. На этот раз на карте Гренландии появились и улицы. Набережная, торговая, спортивная, что помогало участникам лучше ориентироваться на поляне. Одновременно работали три сцены. Главная, малая и военно-патриотическая. Из года в год участники высоко оценивают уровень организации фестиваля. Организация здесь достаточно хорошая. Организаторы наши друзья. Мы их знаем, Олег Валенчук, Игорь Касьянов и их команда, которая помогает организовать. Здесь достаточно все четко и хорошо, что обходится без происшествий, без алкоголя, заметьте. Без того, чтобы там люди ругались за места на стоянках. Все очень четко, хорошо. И поэтому это выше всяких похвал, потому что скопищу людей – это всегда страшная вещь. Достаточно дать только небольшую слабину, и начинается стихия. Широка была география участников фестиваля. Порядка полутора тысяч авторов-исполнителей почти из всех регионов России. От Калининграда до Петропавловка-Камчатского. А также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Боролись со звания лауреатов. Кроме того, любой желающий мог выйти на свободный микрофон и выступить на сцене вне конкурса. Многие участники фестиваля брали с собой не только детей, но и домашних животных. Подчас довольно необычных. Например, жительница Керова Наталья Кислицына привезла своих любимцев – декоративного кролика Гошу и маленькую собачку Федю. Одним из символов фестиваля и его добрыми хранителями по традиции стали Ассоли Капитан Грей. Они долго стояли у яхты с алыми парусами и все желающие могли сфотографироваться с ними. Ну а главным украшением стал большой галоконцерт в Гренландии. В проекте «Песни нашего века» выступили самые авторитетные представители мира бардовской песни. Иван Швецов, Денис Тружков, Вести, Кировская область.